Итак, всем здорова! И сегодня у нас на обзоре Mi 10T Pro с новой прошивкой на 11-м андроиде MIUI 12EU, стоит здесь 12.1. И я уже пользуюсь этим аппаратом около двух месяцев, пользовался на Android 10, недавно обновился на Android 11, поэтому думаю поделиться с вами опытом эксплуатации данного аппарата в течение двух месяцев, а также обновления до Android 11. Что оно принесло? Это хорошо, плохо и в принципе можно ли пользоваться аппаратом после 11-го андроида? Ну что ж, поехали! Во-первых, начнем с такого обзора, прикупил я себе такой интересный чехольчик, достаточно удобный, здесь есть такие подставки, но даже с этим чехлом телефон все равно пошатается, хотелось бы, чтобы сзади вот эта штучка была побольше немного, чтобы не шаталась. В целом снял стандартную пленку, цветопередача немножко улучшилась, олеофобка тоже улучшилась, заменил на стекло Нилкин, то есть сразу ощущается разница, у стекла Нилкина, конечно, есть здесь небольшие зазоры, снизу, давайте я сниму чехол, чехол так плотненько заходит, по бокам резина, сзади пластик, вот такой вот чехол, так телефон выглядит без чехла и вот здесь видно четко наклеенное стекло, рамки по бокам минимальные, вот снизу такая достаточно большая рамка, сверху тоже в принципе села хорошо, для фронталки нет выреза, что тоже хорошо, так как в пленке там постоянно забивалась грязь, плюс вырез можно наклеить немножко неровно, здесь все в этом плане идеально. По самому аппарату, что хочу сказать, какие вот впечатления за последние два месяца. Аппарат мне нравится, к IPS экрану в принципе привык, не хватает только Always-On дисплеев, кроме Always-On еще из проблем есть камера, как из проблем, камера классная, но какая-то предметная съемка, когда предмет любой лежит очень близко к телефону, то размыливается бока, то есть это возможно из-за того, что линзы, возможно из-за того, что камера все-таки такой небольшой ширик, да, это есть, это такие два минуса для меня. Из плюсов, которые отметил после двух месяцев, это батарея, скорость работы, в принципе камеры неплохие, даже ширик мне нравится, макро бесполезный, но вот ширик достаточно неплохой. Экран, отличнейший экран, 144 Гц, сейчас кстати поставил 90, чтобы еще немножко сэкономить батарею, но батарею так в целом держит хорошо. То есть в целом телефоном доволен. Что у нас по прошивке? Да, недавно появилось обновление, не так давно, MIUI 12.1.1 EU, так, последняя версия, основывается на китайской прошивке MIUI EU. У меня девайс на 256 гигов, и на данный момент здесь стоит Android 11, как мы видим. То есть можно сюда покликать и увидеть уже заставочку 11-го Android, что тоже немаловажно. Наконец-то этот аппарат обновили. Один из последних из флагманов получил обновление до версии Android 11. В целом, что поменялось с приходом Android 11? Поменялись уведомления. Теперь по приходу уведомления, сейчас может какое-то уведомление придет, пока нет. Они выглядят немножко криво. Разработчики еще это не доделали, но в целом, думаю, в будущем будет работать лучше. Также попропадали некоторые пункты меню, которые на данный момент не могу найти. Возможно, это еще китайцы не оптимизировали. Например, пропал пункт меню прочистка динамика, что очень полезный пункт, но на данный момент он не работает. Датчик приближения как и работал плохо, так и работает. То есть работает через раз, мягко говоря. Бывает, срабатывает 5 раз подряд, бывает 5 раз не срабатывает. Тут иногда тоже какие-то фантомные блокировки, поэтому датчик приближения все так же не очень хорош. И на Android 11, конечно же, обновили патч безопасности на 1 февраля. То есть один из самых последних. В целом, других каких-то супер изменений я не замечаю. Давайте пройдемся к пунктам меню. Ничего нового. Bluetooth. Так, Lock Screen. В целом, по пунктам сейчас смотрю, ничего такого интересного не добавили. Display. Здесь немножко поменяли настройки, но в целом то же самое. Вот сейчас T90 Гц. Поставлю пока 144. Так, здесь никаких интересных изменений. Звук. Да, здесь добавили Sound Assistant. Немножко поменялась анимация, как мы видим. Изменение звука. Также появился такой пункт, где можно менять под каждый источник звука. А также, если у вас на данный момент у вас появится видео на YouTube, например, то здесь появится YouTube и можно отдельно регулировать громкость. Также можно ввести без звука и не беспокоить. Появился пункт Sound Assistant. То есть у меня, кстати, на английском. Возможно, версия на русском и у IEU тоже можно переключить. Я просто привык использовать телефон на английском. Соответственно, показываю вам на английском. Но в целом здесь можно выбирать звук для разных приложений. Можно не изменять громкость при использовании, например, других приложений или уведомлений. Например, вы смотрите YouTube, вам приходят уведомления и обычно громкость снижается. Можно убрать эту опцию включением данного тумблера, что, в принципе, неплохо. Так, здесь у нас, когда у нас подключены девайсы, разрешить использовать спикер. Ну, тоже, в принципе, оно по умолчанию включено, поэтому не трогаем. Здесь, в принципе, все так же и осталось. Кстати, вибромоторчик здесь классный. Очень понравился. Звук, там, такое приятное прям ощущение. Не хуже айфона и не хуже всех флагманов. Это вам, конечно, не Redmi серия. Здесь сразу чувствуется, скорее, не Redmi Note, вот, не вот эти все серии, так как все равно это устройство. Это Mi 10T Pro, основывается на базе Redmi 30S. По-моему, так это называется. Так, уведомления. Да, я уже говорил, уведомления поменялось. В целом, из таких удобных штук, наконец-то, здесь убрали надпись Control Center, как MIUI 12.5, и появилась дата. Можно добавить погоду и время также. То есть, вот это, наконец-то, удобно. Это, да, это изменение неплохо. Control Center сделали такую прикольную анимацию. То есть, прошлая версия, новая версия, достаточно прикольно. Тут добавили опции, но они были. В основном, просто поменяли немножко дизайн пунктов в меню. Так, что у нас здесь еще такого интересного? По батарейке, в целом, все то же самое. Те же самые настройки, ничего особо не изменилось. Я лично не заметил никаких изменений. В дополнительных настройках, как я уже говорил, исчезла прочистка динамика. Выбор региона остался. Я, конечно, не знаю, на что он влияет, но он есть. Special Features, специальные функции. Все по-старому. Так, в целом, все по-старому. То есть, примерно ничего особо не поменялось. Да, там добавили какие-то, может, в камере редизайн. Дизайн небольшой сделали. Сейчас откроем стандартную камеру. Ну, в целом, добавляют просто какие-то пункты. Немножко меняют дизайн, но еще все остается так же, как есть. Здесь вот можно посмотреть вот такой вот пункт. Это дизайн из MIUI 12.5. Конечно, сейчас все выглядит криво. Возможно, в будущем допилят. Ну, просто с такими картиночками лаконично и, наверное, интереснее, чем просто так устаревший вид. Но в целом, никак на функциональность не влияет. Так, что еще здесь такого интересного? Можно подчеркнуть. Давайте посмотрим здесь, что добавили. Да, в целом, больше ничего такого. Если так же интересно, почему у меня здесь отображаются данные, сколько потрачено, это потому что используется китайская прошивка. В глобалке такого нет. И EU-версия прошивки, то есть это не официальная EU, а это MIUI EU. Это, можно сказать, кастомная прошивка на базе оригинальной китайской прошивки. И в целом, мне она больше нравится, мне она больше импонирует. И здесь вот одна из таких фишек – это показ здесь количества данных, скажем так, сколько осталось в месяце. Также она базируется на китайской, поэтому обновления приходят всегда самые первые. То есть она обновляется очень часто, пару раз в месяц, в то время как глобалка намного реже. Плюс сюда, в правило, всякие фишки завозят быстрее. MIUI 12.5 тоже выйдет сюда быстрее. Надеемся, до конца апреля уже появится доступно для этого телефона. А глобалка, я думаю, не раньше лета, вернее, 21-го года. То есть в целом изменения, я бы не сказал бы, что по Android 11 они колоссальные, но они есть, они минимальные и они работают. Это у нас MIUI 12.1.1. Поэтому в целом я рекомендую к обновлению, рекомендую к установке. Что еще хотелось бы сказать про данный девайс после двух месяцев использования. Это тоже одна из под тем нашего сегодняшнего видео. И да, мне не хватает очень Always-On дисплея. То есть на MIUI EU есть живые обои. Кстати, тоже, возможно, добавилась одна живая обоя после обновления на Android 11. И сейчас я вам это покажу. Так, вот какие у нас есть живые обои. Добавилась погода. Я так понимаю, оно подтягивает погоду для... Так, сейчас мы применим. Оно подтягивает погоду для вашего региона. Например, сейчас ночь, соответственно, там, вернее, вечер. И показывают мне звезды. Ну, в целом интересно, прикольно, но мне не понравилось, потому что постоянно один и тот же фон. Нет никакой анимации, еще есть что допилить. Все остальные, в принципе, живые обои уже давно используются. Ну, например, Марс. Тут обычно добавляют просто разные локации. Так же, как и Snow Peak. Тут одна локация. И Земля. У нас здесь есть тоже новая локация. Италия. Такая достаточно красивая. И, по-моему, Греции не было. Нет, Греция была. Вот этой локации не было. Да, Греции. Тоже прикольная локация. Можно применить эти обои и посмотреть, как это выглядит. Так, сейчас заблокированный экран. Так. То есть достаточно прикольно. Живые обои присутствуют. Это тоже фишка MIUI 11. Вернее, MIUI 12 EU. Если быть точным. В целом, все остальные функции работают так же, как и на глобалке. Особого отличия нет. Да, здесь еще есть. Так, у меня здесь свои заметки. Здесь есть заметки. Они вот здесь. Я не буду скроллить вниз так, как у меня там свои заметки. Но в целом прикольно. Можно удобно записывать. И мне лично больше нравится, чем Google Discovery. Но при этом, при всем, есть выбор на MIUI EU выставить Google Discovery. Так, сейчас найду этот пункт. По-моему, Home Screen. И здесь у нас есть выбор между ничего, Google Discovery и вот эта панель быстрого доступа. Я использую ее. Мне она больше нравится. И на глобалке такого же нету, конечно же. Что мне не понравилось на глобалке. А так, в целом, все остальное схоже. Что еще по фронталке. Фронталка работает отлично. Никаких нареканий нету. Как для фото, так и для видео. Даже со стеклом Нилкин поверху работает супер. По основной камере я уже сказал. Связь. Связь, в принципе, ловит неплохо. Но бывают проблемы со скоростью. Например, в одном месте тот же Huawei P30 или iPhone выдает 60 мегабит. А данное устройство Mi 10T Pro выдавало 30. Но после перехода в режим полета и опять возвращения сети, в принципе, начинало все работать нормально. И скорость была приблизительно такая же. То есть, это тоже может быть проблема оператора. Поэтому тут уже точного ответа нет. В чем же реально проблема. Проблема оператора или же проблема телефона. Две симки работают классно. По производительности тоже все супер. Все летает. Я в игры особо не играю. Но в целом иногда бывают микроглюки. Но это, думаю, не от процессора. Скорее от оптимизации MIUI. Из таких еще нюансов. Батарея. Батарея держит минимум 6 часов активного экрана. То есть, это минимум. Это если вы постоянно на 4G. Если у вас стоит 144 Гц. И активное использование. Звонки, просмотр видео, браузинг. Все-все-все вместе. Это минимум 6 часов экрана. Плюс 10-12 часов активного режима, когда экран заблокирован. То есть, у меня примерно день хватает. Я там с 7.30 утра начинаю пользоваться телефоном. И в 11 вечера ставлю на зарядку. И при этом при всем мне остается там 20%. То есть, 80% это реально целый день с 7 утра до 12 вечера. Если вы там встаете в 6, ложитесь в час. То, наверное, будет там 0% к вечеру. На 2 дня. Ну, не знаю. Сложно растянуть на 2 дня. Поэтому 1,5 дня при оптимальном использовании это максимум. Я бы сказал так. А то и день. То есть, на ночь ставите медленной зарядкой заряжаться. Я ставлю не стандартной, не быстрой зарядкой. А обычной медленной зарядкой на 1 А. Заряжается долго. 2-3 часа. Но при этом при всем батарея не убивается. И сохраняет свою емкость. Поэтому мне здесь скорость не важна. Так как я заряжаю ночью. И, соответственно, утром всегда у меня 100%. И я встаю, отключаю телефон. И могу дальше заниматься своими делами. То есть, в целом, я рекомендую обновление на Android 11. Рекомендую прошивку MIUI 12.1EU. И в целом рекомендую к покупке Xiaomi Mi 10T Pro. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok